Всем привет! Если вы видите такую надпись, когда заходите на сайт, это значит только одно – вы не пользуетесь VPN. Мы не будем порицать вас за это, а лучше расскажем, для чего он нужен, как работает и почему сейчас это так же важно, как мыть руки и носить маску, даже если вы привиты. Вы наверняка не раз слышали про VPN, но думали, да зачем он мне, я же не покупаю наркотики или оружие в интернете и не хожу на запрещенные сайты. Но давайте просто посмотрим, что запретили только за последнее время. Например, вы не сможете зайти ни на один сайт, чтобы посмотреть японское аниме «Тетрадь смерти». Вы не сможете зайти на сайт почтового сервиса ProtonMail или на сайт платежной системы Pioneer. И я уж не говорю о криворуких попытках Роскомнадзора замедлить Твиттер. Вы точно слышали об этом? И, кстати, блокировка Твиттера все еще возможна. Если он не будет удалять некий запрещенный контент так быстро, как хочется Роскомнадзору, его могут заблокировать на территории России. Также сейчас ведутся разговоры о замедлении YouTube, и это тоже уже реальность. Тем же, у кого есть VPN, это будет не страшно. Более того, вы даже не заметите, что в интернете что-то заблокировали. Ну и вообще, в сегодняшней России пользоваться VPN – это жизненно важная привычка. Конечно, VPN не спасет от обысков, но если вы им не пользуетесь, шанс того, что вам выпилят дверь, гораздо выше. Давайте разберемся, как это работает. Когда вы набираете в поисковой строке адрес сайта, на который хотите зайти, отправляется запрос на сервер, он отвечает, и у вас открывается страничка. Весь этот трафик проходит через провайдера, которым вы пользуетесь, и он в любой момент может посмотреть, куда конкретно вы ходили. Ну а раз может он, могут и правоохранительные органы. И если им будет нужно, то они легко получат и ваш IP-адрес, и адреса абсолютно всех сайтов, на которые вы заходили. Еще раз, абсолютно всех сайтов. Ну а дальше дело техники. По вашему IP устанавливается физический адрес, ваши данные уже есть у провайдера, иначе нельзя. И вот к вам уже пришли с обыском, из-за комментария или поста в соцсети. Я не хочу вас пугать, но давайте просто посмотрим новости за последний год. Вот из недавнего в Москве муниципального депутата Юлию Галямину судили по Дадинской статье за то, что она будто бы нарушила правила проведения публичных мероприятий. И из материалов дела выяснилось, что ВКонтакте выдавала правоохранителям данные людей, которые ставили лайки к ее посту. То есть в суде использовался список людей, которые просто ставили лайки. А вот еще случай. Бывший координатор штаба Навального в Архангельске, его обвинили в том, что он запостил у себя на странице ВКонтакте клип группы Рамштайн 7 лет назад. Его осудили на два с половиной года лечения свободы. И прийти к вам могут далеко не только из-за политики. Вот пример. В Нижнем Тагиле местный житель оставил критический комментарий про строительство мусоросортировочного завода, и к нему пришли с обыском из-за того, что он якобы оскорбил представителей власти. И таких новостей очень много. С обыском приходят к тем, кто пишет посты, комментирует и даже просто делает репосты. Как же вас спасет VPN? А очень просто. Когда вы его включаете, ваш трафик идет не напрямую к тому серверу, где хостится нужный вам сайт. У вас на пути появляется дополнительный сервер. И благодаря этому провайдер не может видеть, куда вы заходили на самом деле. Давайте немного разберемся подробнее, как это работает. Чтобы начать пользоваться VPN, нужно поставить на компьютер и телефон специальное приложение «Клиент». Одни из самых популярных — OpenVPN и WireGuard. Названия можно не запоминать, мы добавим их в комментарии под видео. Весь трафик с вашего устройства пойдет через это приложение, а оно организует туннель и соединится с сервером в другой стране. Приложение при этом само упакует и инкапсулирует все ваши пакеты в свой собственный протокол. Дальше отправит на сервер. Сервер их распакует и обратится к тем ресурсам, которые вы запросили. И теперь вы будете защищены. Даже оператор связи не будет знать, по каким сайтам вы ходите. Для него это будет выглядеть так, будто вы заходите только на сервер VPN. Более того, вам не помешает никакой Роскомнадзор и никакой суверенный интернет. Вы сможете попасть на любой сайт и вообще не думать о блокировках. Но главное даже не в том, что вы сможете обходить блокировки, а в информационной безопасности. У нас уже есть пакет Яровой, который обязывает операторов хранить как минимум логи и полные протоколы вашего обмена сайтами в течение полугода. Также есть система оперативно-розыскных мероприятий. Операторы обязаны устанавливать в своих сетях средства противодействия угрозам — DPI, которые фильтруют трафик. И мы видели очень много примеров того, что операторы бессильны, когда к ним приходят силовики. Они сдают своих пользователей полиции и раскрывают им данные по вашим IP-адресам и по вашему трафику, часто даже без судебных решений. А с VPN ваши пакеты будут зашифрованы, никаким DPI они будут неинтересны и их пропустят без досмотра. Важно проговорить еще раз. VPN не гарантирует полную защиту от полицейского произвола, но предъявить с ним что-то вам будет гораздо сложнее. Сложнее также будет и доказать, что это именно вы что-то запостили или зашли на какой-то ресурс, если ваш IP-адрес будет, например, европейским. VPN-сервисы обычно дают вам выбрать страну, через которую будет идти ваш трафик. Некоторые же выбирают автоматически за вас, по качеству связи. Но не все VPN одинаково полезны. Может быть вы помните, а если нет, я напомню, что летом 2020 года данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Еще одна утечка была совсем недавно, в марте этого года. Почему так происходит? Значит ли это, что VPN все равно небезопасен? Здесь надо понимать вот что. Поддержка VPN-сервиса – это затратный процесс, это и содержание серверов, и организация каналов. Все это стоит денег. Если сервис бесплатный, значит у него всего два варианта. Либо в какой-то момент заканчиваются деньги инвесторов, либо он зарабатывает другими способами, например, торгуя вашими данными. Обезличенными, конечно, но тем не менее. И еще, это значит, что вопросами безопасности такого сервиса вряд ли занимаются серьезно. Но если сервис платный, то он может развиваться и наращивать мощности. Когда вы платите, вы критически важны сервису как клиент, и утечки для него смертельны, им просто никто не будет пользоваться. Отсюда вывод. Бесплатными VPN лучше все-таки не пользоваться, как бы привлекательно они не выглядели. Когда вы выбираете VPN-сервис, смотрите, насколько серьезно он относится к безопасности. Читайте документы, проверяйте, не было ли утечек. Для этого достаточно просто погуглить название сервиса вместе со словом «утечки». Есть много рейтингов VPN-сервисов. Ссылки на них мы оставим в комментариях к этому видео. Есть разные VPN. Одни подходят лучше для работы, другие сделаны специально для геймеров. И стоимость у них тоже разная. Но в любом случае, это намного меньше того, что вы потратите на адвоката.